Доброе новое утро! И пусть весь день пройдет на волне позитива. Сегодня в студии работает Гульжанат Махмутова. Просыпаемся с хорошим настроением, друзья. Делаем зарядку, вкусно завтракаем и вперед покорять новые вершины. Ну и погода выдалась на этой неделе. Сильные бураны, метель, снегопад, кололедица и закрытые трассы. Зима еще долго будет показывать свой характер, а нам остается одеваться теплее и ждать весны. Кстати, мамочки, обратите внимание, что в магазине Мегапланета идут отличные скидки. Минус 40% на все зимние товары, одежду и обувь. Такая акция продлится до 15 февраля. Кроме этого, в магазине Мегапланета на определенные товары действует скидка от 50 до 80%. Утро пятницы и сегодня 9 февраля. А именно в этот день празднуется Международный день пиццы. Родиной считается Неаполь. В этом городе в 1830 году впервые открылась пиццерия. И что удивительно, она функционирует по сей день. Также 9 февраля свой профессиональный праздник отмечают стоматологи всего мира. Я хочу пожелать вам крепкого здоровья, ведь это главное богатство в жизни. Друзья, в семейной стоматологии Китаров клиник вы можете оплатить любые стоматологические услуги в рассрочку на 24 месяца без процентов и переплат. Например, установка брекетов вам обойдется всего лишь за 3666 тенге, а установка зубных имплантов чуть больше 4000 тенге в месяц. Не пропустите такую возможность. Акция продлится только в феврале. Семейная стоматология Китаров клиник находится по адресу город Актубе, проспект Алии Молдогуловой, 19. Вам знакомы слова «дентофобия» или «стоматофобия»? Догадываетесь, о чем я? Так называют непреодолимый страх перед всем, что связано со стоматологией. Если у вас есть этот страх и вы никак не можете его побороть, Китаров клиник предлагает вам пройти лечение, удаление или имплантацию зубов под аппаратом седации. Седация – это медикаментозный сон. На сегодняшний день он является самым безопасным методом лечения зубов у детей и взрослых. Для подробной информации записывайтесь на консультацию по номеру 54 65 16 в социальных сетях китаров.клиник. Праздник Наурыс – символ начала Нового года в Казахстане, отметят в марте. А в Поднебесной в этом году этот праздник выпадает на 10 февраля. Китайский Новый год с давних времен является главным и самым продолжительным праздником в Поднебесной и других странах Восточной Азии. Каждый год символизируется комбинацией, которая повторяется раз в 60 лет. Китайский Новый год 2024 года будет символизировать животное дракон, стихию дерева и основной цвет – зеленый. Старт года в Китае каждый раз приходится на разные числа. Праздник начинается на 2-е новолуние после зимнего солнцестояния и длится 15 дней. В 2024 китайский Новый год будет с 10 по 24 февраля. Жители Поднебесной называют это время весенний фестиваль или Чуньцзэ – праздник весны. Хоть Китай и перешел на европейский календарь, многие продолжают вести летоисчисления по старинной традиции. Так что правильный ответ на вопрос, какой сейчас год по китайскому календарю – 4721. Годы в Китае отсчитывают от прихода к власти императора Цинь Ши Хуан Ди, заказчика знаменитого терракотового войска. Накануне праздника каждая семья тщательно убирает свое жилье, считая, что таким образом они очищают жизнь от любых неудач. Хозяйки богато накрывают стол для праздничного ужина и готовят самые любимые в семье блюда. В Поднебесной принято дарить подарки из парных предметов, символизирующих единство и семейную гармонию. Навестив всех родственников и соседей, китайцы выходят на народные гуляния с традиционными танцами. К ним относятся танец льва и дракона. Вот еще несколько традиций. Надевать на праздник новую красивую одежду, в некоторых районах традиционные национальные костюмы. Вешать на воротах фонари красного цвета, этот оттенок считают символом удачи и богатства. Дарить детям красный конверт с деньгами, чаще всего так делают люди старшего возраста. Есть рыбные блюда и пельмени, эти блюда на Новый год предпочитают на севере Китая. Несмотря на то, что Новый год продолжается 15 дней, официальные выходные длятся только неделю. Продолжаем новое утро. Как хорошо, не спеша и в комфорте закупиться в одном месте. Такую возможность вот уже много лет представляет нам Анвар. Постоянные скидки на различные виды товаров, возможность оплатить покупки с помощью Каспи Кьюар, рабочие места населению и многое другое. Для тех, кто ищет себе работу, хочу отметить, в офис Анвар требуется менеджер программы лояльности. Все подробности можете узнать на странице социальной сети «Анвар. Нижний пробел. Ритейл». Отрадно, что сейчас спорт активно развивается не только в больших городах, но и в маленьких поселках. Подробнее об этом в следующем сюжете. В селе Каэндым у Голжарского района растут настоящие чемпионы по бадминтону. В Актюбинской области им равных нет. Пятиклассник сержант Кангельдинов тренируется два года и за это время завоевал уже немало медалей в этом виде спорта. Я чемпион по бадминтону в трех видах – в личных соревнованиях, парных и миксах. Ездил на соревнования в Уральск, Актюбе, Эмпу. Результаты показывают не только мальчики. Куркем в 2023 году выиграла сразу три медали. Мне нравится бадминтон. Нравится делать сильные подачи. Я впервые услышала об этом спорте от отца. Отец узнал об этой игре, когда поехал в Шенкент. Показал мне, спросил, буду ли я тренироваться. Так я и стала заниматься бадминтоном. Отец Куркем Мирхан Дильжанов, увлекшись бадминтоном 8 лет назад, заразил игрой сельчан. Он стал не просто играть с друзьями, но и обучился на тренера. По основной специальности Мирхан – учитель информатики. Сейчас он преподает основы цифровой грамотности в Каэндинской средней школе и параллельно тренирует в секции по бадминтону. Сегодня в ней занимается больше 30 детей. В области бадминтоном практически не занимаются. В селах нет секции. Только в городе Октябре три школы. При теннисном центре работают три тренера. У нас четвертая команда. Сейчас постепенно интерес к бадминтону, как к олимпийскому виду спорта, растет. Стали появляться другие школьные команды. Бадминтон включен в программу летних Олимпийских игр с 1992 года. Крупные командные соревнования включают кубок Томаса среди мужчин и кубок Уобера среди женщин. В Казахстане проводится республиканский чемпионат по отбору лучших спортсменов на эти мировые соревнования. У наших детей очень хорошая подготовка по сравнению с регионом. Есть два абсолютных чемпиона в трех видах бадминтона. Индивидуальным, смешанным и парным. В этом году запланированы два чемпионата Республики Казахстан. Сейчас мы активно готовимся к ним. Это главная цель. В прошлом году самым масштабным соревнованием, в котором приняли участие маленькие спортсмены Муголжарского района, был чемпионат страны в Уральске. Поездку команды профинансировала компания «Казге Рут». Также при поддержке компании для команды была приобретена спортивная форма, ракетки и валаны. Каиндинская средняя общеобразовательная школа – ближайшая к месторождению Кандызды. В прошлом году ТО «Казге Рут» на соревнования в Уральске выделила нам 500 тысяч тенге. В течение двух лет поддерживает учеников, предоставляет школьные принадлежности. Надеемся, что сотрудничество между компанией и школой будет продолжено. ТО «Казге Рут» регулярно поддерживает жителей Каиндинского сельского округа. Компания ежегодно направляет подарки для детей к Новому году и первому сентября, а также оказывает помощь пожилым людям в преддверии Дня Победы и Дня пожилых людей. А недавно для развития массового спорта в поселке Каинде была построена современная спортивная площадка. И снова здравствуйте. Сегодня пятница 9 февраля и мы продолжаем утренний эфир. Сегодня мы хотим поговорить на тему прививок. В прошлом году октобе занял далеко не почетное место по распространению этого заболевания. К сожалению, многие недооценивают опасность кори и ее осложнений. Поэтому сегодня поговорим на эту тему с врачом-педиатром. В гостях у нас Куц Ирина Петровна, врач городской поликлиники номер 2. Здравствуйте. Здравствуйте. Ирина Петровна, спасибо большое, что пришли сегодня, в делильном время. Хотелось бы начать с того, что действительно, к сожалению, в нашей области, соседней Атераусской, выросла заболеваемость корью. Есть такая проблема? До сих пор существует, да, на сегодняшний день? Да, конечно. В Актюбинской области сохраняется напряженная ситуация по заболеваемости корью. И число больных детей, подростков растет. В последнее время стали болеть и взрослые. И среди детей часто поступают дети даже с одной семьей. По четверо, по пять детей поступают в стационары. И вот по данным управления, Актюбинского управления здравоохранения, основной процент поступивших детей, заболевших корью, это непривитые дети. И поэтому по постановлению главного санитарного врача в нашей республике было постановление от 6 ноября 2023 года по дополнительной иммунизации детей против кори с целью предотвращения распространения этого заболевания. То есть прививаются дети в возрасте от 6 месяцев до 10 месяцев, 29 дней. И вторая категория детей – это от 2 лет до 4 лет, 11 месяцев, 29 дней. Практически до 5 лет. Разница во времени. Вот, допустим, первую получили, а вторую через какое время? Если в прошедшем году, в 2023 году ребенок получил один раз уже эту дозу, то он по дополнительной иммунизации не подлежит авторной прививке. То есть мы смотрим по срокам. Перед нами прививочная форма, 65-я форма утвержденная. Мы следим по последним срокам получения, когда ребенок взял последнюю прививку от кори. То есть по национальному календарю прививок дети подлежат на вакцинацию в годик и в 6 лет. Ну и по новому постановлению в связи с вспышкой кори, то есть дополнительная идет иммунизация вот в эти возрастах, как я озвучила, от 6 до 10 месяцев и от 4 до... От 2 до 4 лет, да? От 2 до 4 лет, да. А в чем причина основная все-таки заболеваемости? Ну в чем причина? В основном это основной процент непривитых детей. Более 80% конечно заболеваемости, это дети непривитые. Вот основное. Вот в основном стоит суть в этой вот вспышке, что дети не прививаются вовремя, растет эта прослойка между привитыми и непривитыми. Друг друга заражают. Да, и снижается коллективный иммунитет, особенно в организованных учреждениях, дошкольных, школьных снижается коллективный иммунитет. У меня, у старшего, старшему ребенку 8 лет. И тогда я помню, прям вовремя, четко по графику, всегда водила, все прививки получала. Причем ребенок всегда должен был быть здоров, он был здоров. И в то время почему-то не было такой боязни, как сейчас, к прививкам. По-моему, я не помню, чтобы даже разрешение у меня брали, вот это вот согласие, вернее. А в этом году моим малышам где-то, ну, трех лет еще нет, вот скоро будет, три годика, я их водила тоже на прививку корь. И, вы знаете, у меня у самой уже было немножко другое отношение. Я прям просила, можно ли посмотреть срок годности. Я брала вот эту ампулку, я спрашивала, как вы, где вы храните. И благо медсестра, она шла мне навстречу, потому что бывает, что некоторые начинают возмущаться, ругаться. И вот по этому поводу я хотела спросить у вас, какие права имеет мама, вот, допустим, в момент получения прививки, да? Что ей можно, что нельзя? Вот об этом немного расскажите. Конечно же, мы всегда идем навстречу родителям. В поликлиниках родитель обязательно, он присутствует. Присутствует. Естественно, мы сначала, врач-педиатр дает информированное согласие по нормативно-правовым документам, по которым мы работаем, обязательно информированное согласие подписывает кто-то из родителей. И обязательно мама присутствует в прививочном кабинете, она все может посмотреть, и флакон, и инструкцию. А инструкцию прививочной медсестра у нас, например, всегда дает инструкцию, чтобы почитали, посмотрели, какие могут быть побочные реакции, поствакцинальные, чтобы мама была в курсе. Поэтому мы никогда не отказываем, всегда идем навстречу родителям. Да, то есть можно не торопиться, ознакомиться с названием флакончика, да? Конечно, да. А вот еще сейчас можно ли фото, видео, фиксация разрешена ли? Ну, такое, конечно, не запрещено. Если хочет законный представитель это сделать, ну, можно сделать. Да, хотя у нас все требования к проведению профилактических прививок, все соблюдается. Потом говорят, кори, это все-таки одна, точнее, прививка от кори, она очень легкая, да? То есть можно ввести ребенка даже с небольшими сопликами, это так? Ну, по последним лекциям, вот я слушаю лекции наших вирусологов, микробиологов, которые создают эти вакцины и прописывают эти противопоказания, которые существуют к данным виду вакцины, то небольшой насморк, ну, можно, если отсутствует температура, если состояние ребенка удовлетворительное, ничего не беспокоит, он хорошо кушает, он хорошо спит, он активный. Ну, небольшой насморк не будет, наверное, противопоказания. Вот наш врач тоже, кстати, так сказала, главное, чтобы не было температуры. А даже после получения прививки, я помню, мы не принимали жаропонижающие, ну, то, что нам советовала врач. То есть действительно легко прошло? Ну, жаропонижающие мы рекомендуем при определенных, с профилактической целью и грудничкам, которые мы проводим с двух месяцев прививочки, мы это рекомендуем с профилактической целью, чтобы не поднималась температура. А вот для данного вида вакцины, как КПК, не обязательно принимать с профилактической целью. Там уже мы наблюдаем, какие реакции в норме должны быть. Объясняем родителям, что такая реакция, если будет, то это нормальная реакция. Не нужно пугаться, не нужно что-то там пить, мазать, сыпать. Если можно, я потом подробнее расскажу, какие могут быть реакции после прививки. Да, вот как раз сразу давайте мы поговорим, какие осложнения могут быть после получения прививки от кори, в чем их опасность? Ну вот хочется отметить, что вакцина КПК – это живая вакцина. Что значит живая вакцина? То есть это живые вирусы кори, паратита, краснухи. Так как это комбинированная вакцина, то там содержатся вирусы кори, паратита и краснухи. Но они ослаблены, эти вирусы. Их выращивают на питательных средах. Ну там такой длительный процесс. Их выращивают, тестируют на животных. И поэтому, так как это живая вакцина, то может быть и реакция постпрививочная. То есть мы должны познакомить ребенка с этой инфекцией. И согласно как у этой инфекции какой инкубационный период. То есть что такое инкубационный период? Это период момента заражения до появления первых клинических симптомов. И вот такая же реакция, как и после получения этой вакцины. То есть на 5-6 день, 10-11 день после прививки мы объясняем мамам, что не беспокойтесь, может быть температура. Это нормальная реакция. Это нормальная. Может быть сыпь по телу. Может быть, так как там присутствует компонент эпидпаратита, может быть набухание слюнных желез. Это все нормально. Это вырабатываются антитела у ребенка. Это нормальная реакция. Не нужно беспокоиться, не нужно паниковать. Нормальная реакция. Хотя вот вакцина КПК, она самая эффективная среди живых вакцин. После первой дозы прививки вырабатывается на 94% иммунитет. После получения второй дозы прививки уже 98-99% иммунитета. А допустим, если ребенок уже заболел, и нужно ли ему дальше прививаться? Ведь если он переболел, там уже появился иммунитет, да? Да, после перенесенного заболевания формируется стойкий иммунитет. То есть повторно можно не брать. Но смотрите, это же комбинированная вакцина. Здесь еще содержится компонент против эпидпаратита и против кори. То есть все равно нужно будет? Нужно будет, но пока восстановится иммунная система после перенесенного заболевания. Так как корь, по последним данным, она стирает иммунную... Как называется? Иммунная амнезия называется. То есть стирает иммунную память. В зависимости от какой степени ребенок, в какой степени переболел ребенок. Если, например, он в легкой степени переболел, то стирается 30% антистел. Если более в тяжелой степени он переболел, то есть с высокой температурой, он был госпитализирован, то стирается уже более 80% антистел. То есть ребенок то, чем он переболел в садиковском, допустим, периоде, это организм, иммунная система, она забывает. То есть он снова восприимчив, становится к другим патогенам, к бактериям. Поэтому основной процент и осложнений после кори, это то, что иммунная система, в общем, забыла, чем ребенок болел, и снова ребенок начинает болеть. И основной процент выходит осложнений. Это как пусть коревая пневмония. Такие осложнения. Ну и можно еще, скажу еще про более сложные осложнения. То есть это вот эти осложнения. Вообще кори очень такое заболевание, высоко контагиозное. То есть что это значит? Вырос очень. Легко наполеть, может, отчего. Да, очень заразен вирус. Если, например, ребенок в поликлинике прошел, и помещение поликлиники, или не поликлиники, или группы, или где-то там в каком-то развлекательном центре, где чаще всего бывают дети. Особенно это характерно зимой, потому что не проветривается помещение. И воздух, в общем, становится заразный в течение двух часов. И если потом, в течение двух часов, если непривитой или какой-то ослабленный ребенок, он обязательно заразится, инфицируется этим вирусом. Они дышат одним воздухом. И вот я хотела бы отметить еще одно очень грозное осложнение. Это уже как бы оно отсроченное, позднее осложнение. То есть если ребенок тяжело переболел с высокой температурой, был госпитализирован, то есть вероятность в такой вот частоте 1 на 637 случаев возникновения такого осложнения, как подострый склерозирующий панэнцефалит. То есть он может... Это... Сейчас скажу. Это, значит, заболевание, оно не сразу приходит. Оно может возникнуть через 5-10 лет после того, как ребенок переболел. То есть вирус кори в период тяжелой степени ребенок переболел. У нас есть гематоэнцефалический барьер, да? То есть вирус проникает в центральную нервную систему, в головной мозг. И вот в этот период этот барьер, он очень уязвим, проницательен. И вирус проникает в головной мозг. Он там оседает, он там мутирует. И через несколько лет он может дать о себе знать. То есть это заболевание может прийти в жизнь ребенка через несколько лет. То есть поражается центральная нервная система. Ребенок становится, это все приводит к инвалидизации. Ребенок становится инвалидом. И заболевание это не лечится, оно со смертельным исходом. Это одно из самых сложных осложнений кори, хочется отметить. Получается, нужно бояться как таковой не самой прививки от кори, а именно осложнения. Конечно, да. Да. От перенесенного заболевания. Конечно, да. Самое сложное осложнение, это если ребенок не был привитый, переболел в тяжелой форме. А что вы могли бы еще в какое-то обращение мамам сказать? Ну, как послание, что ли? Посоветовать. Да, посоветовать, может. Ну, вы знаете, вот среди частой причины отказа среди родителей это недоверие к вакцине, да? Вот эта вакцина КПК, она индийского производства, все знают, поэтому, да, вот и не доверяют. Хотя эта вакцина, она преквалифицирована ВОЗ. Что это значит? Преквалифицирована Всемирной организацией здравоохранения. То есть Всемирная организация здравоохранения, она дает оценку качеству, эффективности, безопасности этой вакцины. И рекомендует в первую очередь тем странам, где недостаточный уровень аудита фармпроизводства. Вот. И это одно из условий Министерства здравоохранения, чтобы была преквалифицирована эта вакцина, чтобы получить именно качественную вакцину, безопасную и эффективную, и избежать нежелательных последствий. Вот это... Для этого и существует превалификация Всемирной организации здравоохранения. Поэтому мы в Казахстане применяем уже более 10 лет эту вакцину. Она поставляется более чем в 70 стран. Ну, как я уже говорила, она достаточно эффективная. То есть бояться нечего. Да, бояться нечего. Еще один вопрос, если не секрет. Вы прививаете своих внуков, детей? Конечно. В вашем окружении? У меня пока внуков еще нет. Ну, я сама прививалась. Мы в советское время прививались. Мой сын в 90-е годы родился, а я его всем прививкам. В общем, он привился у меня полностью по национальному календарю. Ну, и в свете последних событий мы пережили карантин по ковиду. Повторно, да, вы? От ковида мы все прививки получали. Молодцы. Молодцы. Вот что значит семья врача, доктора. Вы знаете, если инфекция присутствует в национальном календаре прививок, значит, она опасная. Не зря все-таки мы делаем прививки. Поэтому, уважаемые родители, это было доказано, что прививка от кори самая легкая. Можно не бояться. И раз она есть в национальном календаре, значит, прививаться надо. Это было всегда. Это нужно только ради здоровья вас и ваших детей. Ирина Петровна, спасибо большое еще раз за то, что вы пришли нам и многим родителям, которые, возможно, переживают, думают идти, не идти на прививку против кори. Теперь, мне кажется, они все-таки нашли ответы на свои вопросы. Спасибо большое. Спасибо. Хочется верить. Хочется, что эта лекция была и полезна. Полезна. Полезна, да. Спасибо вам тоже. Спасибо большое. Доброе новое утро. И мы снова в эфире. А вы знали, что 9 февраля отмечается Международный день волейбола? Этот вид спорта наиболее развит в таких странах, как Бразилия, США, Китай, Россия, Польша, Италия, Сербия, Япония. А родиной волейбола считается город Холиок в американском штате Массачусетс. Сегодня в гостях директор областной специализированной детской юношеской спортивной школы номер 2 Ашбагамбетов Хайрат Мухитович. Здравствуйте. Здравствуйте. Как я поняла, вы у нас также когда-то играли в волейбол, да, и были тренером. Вот расскажите, пожалуйста, немного о себе. Почему именно волейбол, именно этот вид спорта? Ну, я уже более 20 лет стажа, мы после окончания высшего учебного заведения мы закончили физкультурный факультет, начали трудовую деятельность. Я начал учителем сельской школы в 2000 году, начал я свою деятельность. И в селе уже там мы тренировали все виды спорта, я там два физкультурника было, и мы все виды игровые. Не только волейбол. Да, не только волейбол, да, и маскетбол. Вообще я являюсь игровиком. Специализация у меня в футбол вообще, но волейбол, маскетбол я тренировал. Детей, выезжали на соревнования, и сам играл на любительском уровне. А что дает волейбол для вас, вообще для человека? Ну, волейбол – это игровой вид спорта, очень зрелищный. Мне считается возможность для любого возраста играть, как для малышей и для пожилого возраста, без ограничения возраста. Красивый вид спорта, да. Вы сами до сих пор играете для себя? Ну, играем, да. С тренерами? Да, иногда играем с коллективом. С коллективом. Вы знаете, у меня супруг тоже играет в волейбол, но он для себя любительский. И он всегда говорит, что это его как-то расслабляет. Он забывает про все свои тревоги, какие-то переживания. Так ли это? Что еще? Вот мы, например, не понимаем. Кто не играет, мы не понимаем. Да, ну, любой вид спорта, он, конечно, во-первых, полезен для здоровья. Потом именно волейбол развивает почти все физические качества. Это быстрота, ловкость, сила. Потом чувство коллективизма. Командная игра. Он детей хорошо воспитывает, чувство плеча товарища. Это командная игра, как сплоченность больше. И вот большая польза волейболу. Вообще массовый вид спорта. Во многих странах занимается очень много. Сейчас в нашем городе, по всей области, сейчас очень хорошо тоже популяризуется волейбол. Там, мне кажется, активно развивается, да? Да, активно развивается. И не только в футбол. Раньше, если волейбол был только у нас в спортивной школе номер два, а сейчас уже много частных клубов открывается, отделения открывают, другие дюши. В районах тоже, во всех спортивных школах района отделения волейбола есть. И вот чемпионат области у нас проходит такой хорошей конкуренции. Вашу юношескую спортивную школу, как много, как часто ходят дети на тренировки? Можете сказать, сколько команд, с какого возраста принимаете? Ну, у нас принимаем детей с восьми лет, как мальчики и девочек. На бесплатной основе, да? На бесплатной основе, да. Вот сначала у нас группа ГНП, это группа начальной подготовки первого года обучения, второго года, дальше идет, они переходят в УТГ группу, учебно-тренировочную группу, первого, второго, третьего года, и уже дальше, уже в старших возрастах, там, если есть результаты хорошие, на области чемпионов, переходят в группу ГСС, группа спортивного совершенствования. А вот на этапе отбора, наверное, вы смотрите, да, на рост, вес ребенка. Да, конечно, да, мы всех берем, потом определенное время мы проводим отбор. Сначала делаем набор всех, набираем, потом делаем отбор. Есть специальные нормативы, которые должны сдать, и оттуда мы отсеиваем. Лучшие, естественно, остаются, потому что у нас нет возможности всех подряд брать. Вот так группа формируется и дальше уже занимается. Сколько человек сейчас у вас занимается именно по волейболу? По волейболу более 250 где-то. Это хорошая цифра по сравнению с другими годами? Ну, у нас каждый год стабильная цифра, плюс-минус. Ну, у нас определенное количество часов, тренеров, и они добирают. Так, а что можете сказать по экипировке? Это должны родители или это от вас все идет? Ну, спортивная форма для участия в соревнованиях мы сами приобретаем, спортшкола. Инвентарь, экипировка, все мы берем для участия в соревнованиях. В этом плане действительно очень легче, да, родителям? Да, родителям это легче, это все выезды, соревнования, все за счет спортшколы. Как давно вообще существует у вас эта секция любого? С момента основания школы, наверное. Да, ну, у нас, да, школа одна из первых школ. В Актюбинске? Да, в Актюбинске, да. Она открылась в далеком 1959 году. И вот отделение волейбола с того момента вот идет. А вот за столько времени, и вы и сами были тренером тоже, да, а сейчас являетесь директором школы. Были ли такие случаи особенно, вот, которые вы можете похвастаться, сказать, вот это наш ученик? Да, конечно, сейчас волейбол у нас на подъеме, что юноши, что девушки. У нас после окончания нашей спортивной школы переходят в профессиональные клубы и играют в национальные лиги. Очень много. В прошлые годы в национальной лиге у нас по всему Казахстану вот игроки разъезжались, заключали контракт. Ну, вот с этого года вот они уже открылись, у нас команда национальной лиги, и там почти все игроки, вот, выпускники нашей школы, есть районные... Октюбинцы, да? Октюбинцы, да, вот что радует. Другие команды, клубы из других областей, там многие легионеры, а вот у нас вот набрали чисто наших, октябинцев. Да, и много игроков вернулись в нашу свою родную команду, и сейчас достойно защищают честь области. Действительно, действительно можно похвастаться таким. Да, можно похвастаться. А среди тренеров, наверное, тоже есть выпускники ваши, да? Тренера, да, есть, да. Некоторые заканчивают школу, поступают на физкультурный факультет, вот, заканчивают, и у нас тренерами работают, есть тоже такие. А с кем интереснее? Со взрослым или все-таки с малышами? С малышами, наверное, интереснее, да? Они что-нибудь, дай, выкинут, нет? Может, какие-то интересные случаи были смешные? Ну, конечно, это и с малышами интересно. Потом они, когда показывают результаты, уже в старшем возрасте тоже тренера с удовольствием работают. Это их труд, когда, тем более, занимают места на республиканском уровне. Тренеров в этом плане тоже, наверное, как-то поддерживают, мотивируют, да, чтобы результат был? Да, конечно же, мы ежегодно проводим это семинар, итоги года подводим, награждение есть, премию даем. Потом, если тренера выиграют чемпионат Казахстана, там есть определенная надбавка. К зарплате? Да, к зарплате хорошая надбавка. Вот, да, есть стимул хороший. Да, есть к чему стремиться, да? Угу. А скоро намечается у нас соревнование, да, национальной лиги? Да, тур. Тур, четвертый тур национальной лиги волейбола чемпионат Казахстана, в общем, с 8 по 18 февраля пройдет этот тур. Он пройдет у нас здесь? У нас, да, в Актюминске у нас пройдет спорткомплекс «Алихан». В национальной лиге сейчас участвует 9 команд. Четвертый тур у нас проходит. Вот пока наша команда идет на 6 месте. Ну, там вот пятый тур, после окончания пятого тура там выявляется восьмерка сильнейших. То есть 9 команда, которая 9 место заняла, она выбывает и дальше идут игры плей-офф. Плей-офф это на вылет уже дальше. Ну, в нашей команде есть шансы. Первый год начинают, но хорошо идут молодые ребята. Есть и выпускники нашей школы. А вот кроме Дю США, у нас в Актюминске где можно еще поиграть в любого детям? Да, ну, у нас есть частные клубы. Академия волейбола недавно открылась. По душевой финансирование. Да, вот у нас есть Дарабала по программе, есть много секций открыли. Там БАЦ есть еще команда, тоже клуб, тоже набирает. Но они, это кто-то на платной основе, кто-то там по программе, по душевому финансированию. А как родители могут подать заявку на бесплатный? Это через сайт Дарабала, да, или как это? Да, это, они обращаются в этот клуб, там все объясняют. Хорошо. А можете сказать, если не секрет, отдали бы вы своего ребенка на волейбол? Да, конечно, да. Волейбол очень интересная игра. Потом волейбол есть во всех спартакядах, школьных, суденческих. Потом после окончания учебы, и когда человек работает в каком-то заведении, организации, там тоже спартакяда, и везде есть волейбол. И вот за счет волейбола, многих даже берут на работу, вот они даже, много есть спортсменов, которые работают на различных структурах за счет волейбола. Девушки, юноши вот так устроились, и сейчас неплохие специалисты своего дела, и они защищают часть своей организации. То есть спорт, он помогает не только здоровью? Да, да. И в учебе помогает, конечно, если он за университет играет, или за колледж, это большой плюс спорт. Да, но и найти работу, да? Да, есть тоже такая возможность. А кого больше, все-таки, женских или мужских команд? Наверное, мальчики больше интересуются, да? Нет, почти 50 на 50, можно сказать, девочки тоже. У нас, наверное, девочки лучшие результаты показывают сейчас на данный момент, да. Сейчас вот стабильно на чемпионатах Казахстана, вот у нас именно девочки, да, хорошо. Спасибо большое, Кайрат Мухитович, за то, что вы делили время, пришли к нам, за такую интересную беседу. Желаем вам больше чемпионов взращивать и крепкого здоровья. Сегодня на этом все. Смотрите наши программы на сайте ricka.tv.kz и на ютубе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова